В Мордовии вы были лидером, капитаном, то есть любимцем для болельщиков. Как вообще восприняли там ваше решение уехать с команды? Мне многие звонили, и болельщики также, и все в шоке были. Я почему так долго здесь был, почему так решил. В ответ просто тренер ушел там, ну с кем я работал там 4 года, вот из-за этого я ушел оттуда. А руководство клуба как вас приняло? Они меня так удерживали, они тоже не ходили, руководители. Директор клуба меня много уговаривал, но я уже как-то решил, объяснил им, что желания нет уже играть. И они меня поняли правильно. А почему желание не было новым? С новым тренером не сошлись или с собой? Не, не, сошлись, на сборах работал, два сбора с ними прошел, все нормально тоже было. Ну просто уже не в своей тарелке себя чувствовал, ну что-то не то уже было. Ну 4 года уже поиграл там, раз тренер уходит и уже, ну что-то уже не так было, весь тренерский штаб. А тренер вот, который ушел на основе? Ширбаченко. Он говорил то, что вы к нему пришли, то есть вообще на другом уровне с ним? Да, я вот в Краснодар 2000 перешел, он сам тоже с Краснодара, он работал в Краснодаре 2000, во второй лиге в зоне юг. Я к нему пришел тогда и вот там поиграл три года, потом он в Губкин принял, тоже вторая лига, зона центр и туда к ним пошел. Потом оттуда вот в 2008 там поиграл весь сезон и его пригласили в Мордовию. А у меня еще был вариант в Черномореце в первую лигу, там тоже один из тренеров из Краснодара 2000 принял команду и в первую лигу меня вспомнил за Ширбаченко поехал. Ширбаченко также говорил, что когда вы перешли к нему в Краснодар 2000, у вас только был дух, настрой боевой, а в плане техники вы рисовали? Да, так и было. А почему именно он обратил на вас внимание, с вами много работал? Ну у меня желание было, я никогда не останавливался. Желание постоянно доказывал, всегда тренировался как мог, хоть все отдавал и может из-за этого. Так же он говорил, что вы туда пришли по-русски особенно. Да мне это он шутку сказал. Шутку? Конечно, да. На самом деле все нормально? Да, конечно. Вот вы пришли в Ак-Тубе, по натуре вы лидер, да? Там много таких ребят. Как вообще сошлись с коллективом и не было ли каких-то? Не-не, но в Ак-Тубе команда у нас очень дружная. Такого еще никогда. Вот у нас во второй лиге вот похожая была внутри, вот в Мордовии. Вот когда нас тоже собрали, вот у нас тоже так же дружно все было. Вот здесь тоже такая же ситуация, очень дружная команда. Даже еще лучше, чем в Мордовии была. Ну насчет вот дружности, вот такого нигде нет. А чья заслуга это? Капитана Бадло или Владимира Андреевича Никитенко? Ну до этого, говорит, еще так. Вот я же разговариваю с ребятами. И до этого еще так было. Ну я думаю это и вот Сосмакова вот. Он всегда так держал команду. Ну сейчас Петя Балду тоже очень-очень все делает для этого. Ну все. Ну и тренер сейчас тоже такой же хороший. Он тоже постоянно объединяет всех. А со Сосмаком вы знакомы лично? Да, да. А как вы перестали с ним? Вот мы недавно познакомились. Вот на мой день рождения мне позвонил и поздравил меня. И потом мы еще встретились здесь, в Алматы. Угу. Какие-то советы или там пожелания он вам давал? Ну такого нет, но так удачи друг друга послали. Так нормально. А вы шли в Ак-Тубе как в клуб, который играет в атакующий футбол, такой футбол, ну баркелонский, да стиль? Или же вы знали то, что будет перистояние? Нет, нет. Все же говорили, что в Ак-Тубе играющая команда. Первым номером всегда играет. Хотя сейчас тоже все так говорят, что мы от обороны играем. А я бы так не сказал, что мы от обороны играем. Ничего подобного нет? Нет, мы всегда первым номером играем. Нам тренер никогда так не говорит, что перед игрой установку такого никогда не дали, чтобы от обороны играли. Помнится, в Мордовии вы за сезон 8 голов как-то забили? В первой лиге, да, вот когда вышли. Как? Это со стандартом головы? Да, со стандартом, да, с угловых, да. А в штрафные сами не исполняете? Нет, у нас там тогда были исполнители, я туда не лез. А сейчас как часто бегаете вперед в атаку? Ну да, но пока что-то не получается забить. А домашних заготовок много? Вот у нас в Казахстане есть тренер Виктор Кумукова, да? То есть у него тут 28 вариантов выигрыша углового, да? Еще что-то есть. Вадимир Андреевич в этом плане много уделяет внимания? Да, конечно, конечно. А тяжело было в них в это все активность? Нет, нет, нет. До перехода в Ак-Тубе вы игры Ак-Тубе видели? Да, конечно, я даже на игре присутствовал по Владикавказу. Когда они с Аланей играли, я был тогда на игре. Вот тогда Аланя в первой лиге, кстати, играла. Какое впечатление оставило Ак-Тубе тогда? Вообще очень прилично тогда сыграли. Мне еще тогда понравился. У них нападающий был Мане и Мане. Он их прилично так-то отвозил. Да. И вот. А другие игры какие-то? Или там в России вообще наслышаны об Ак-Тубе? Да. Ну, кто бы все знают в России. А кто у вас именно приглашал в команду Никитенко? Президент или, возможно, при Муханове еще велись переговоры какие-то? Вот этого не могу точно сказать. Вот мой агент позвонил и сказал, что такие предложения есть. С Ак-Тубе, как ты на это смотришь. Я сразу же добру дал. Слава Собя. Да. И сразу же поехал. А какие другие варианты были? А у меня же контракт был. И таких других мне еще никто. Ну, тогда были такие. Ну, слухи-то шли, но это неважно. Мне с Ак-Тубе сказали и сразу же я приехал. Так-то до этого еще в Ростов. В Ростов у меня уже одной ногой там был. Вот в Ростове. Ну, что-то туда тоже не получилось. Что-то не согласились тогда руководители наши. В Мордовии, да. Без отступных отпустить, да? Или Ростов платил? Нет, Ростов платил, да. Но они что-то не отпустили. Вот как раз мы из первой лиги выходили вот тогда. А в Мордовии в плане Ак-Тубе так говорили, да? То есть вас без отступных отправили там? Нет. Я им зарплату свою оставил два месяца. И так только. Ну, получается так, что я себя выкупил. Сами, да? Да. Вот вас в некоторых изданиях, из некоторых источников называют там чуть ли не самым выдающимся южно-ассетинским футболистом. То есть сталкивались вы с этим, то есть с таким выражением. Как сами относитесь потом? Да, нет, там Шикварченко опять шутил, наверное. Он такой с юмором человек. Вообще в Осетии то есть приемы бывают? Там вас принимал, там Байр города может, лично вас? Не, а я же там редко бываю, очень редко бываю. Я больше же здесь, в Саранске бывал. Все так еще не близко. А вот как перешли, как-то ли домой еще не ездили? Нет, пока нет. Перевью вам почему нет? Да, пока нет, нет. Просто из Саранского тоже вот, с одной стороны тоже тяжеловато было уходить. Там же я еще получил, ну, почетного гражданина же не дали. Вот нам еще там, Мухаммедшинам, вот еще там двоим. И как-то весь город тебя знает. И, ну, еще вот не то было, когда уходил. Как-то все равно тяжесть. Сейчас прошло? Ну да, конечно, сейчас прошло все. А там на улицах часто узнают? Да, там практически всех знал. В Саранске было практически вот. Каждого второго. А какая самая трогательная встреча с болельщиками или запоминающаяся фанат поступков? Это в Саранске? Ну да, в Саранске. Вообще и в жизни тоже. Ну, вот когда выходили, да, в первую лигу, в пример лигу, когда вышли. Тогда же сезон у нас длинный был. Почти три круга дома было. Полтора года чемпионат шел. И вот когда вышли, вот тогда нас никто не верил, что выйдем. У нас незадачи, ничего не было. А на счет чего удалось? С Щербаченко? Да, конечно. Если бы не С Щербаченко мы были, тогда бы точно не вышли. В плане чемпионата Казахстана. А вы дали, что такой уровень будет? То есть сейчас явно то, что не так легко удержаться на вершине турнира и таблицы. Нет. Вот мы вот постоянно играли вот на сборах. С казахстанскими командами. И легко было вот, если честно, играть. И я вот приехал, я думал так, что очень сильно вырос. Чемпионат очень сильно. Ну, подрос вообще очень трудно играть. Все команды как-то укрепились. Люди пришли, и укрепился чемпионат очень прилично. А какая самая сильная команда в Казахстане? Ну, не, хорошая команда. Все практически. Даже вот тот же Восток, которого считают аукционером. Вот тоже Восток очень крепкая команда. Тяжело было с ним? Очень тяжело. А они от обороны играют? Да. Ну, со всеми командами. Тяжело. Вот я даже не вспомню, с кем было легко. Со всеми, да? Со всеми, да. Казахстан. А по инфраструктуре сравните, то же самое Мордовию и… Не, вот Казахстан вот уступает вот знаете чем? Вот поля, стадионы. Ну, хотя стадионы, ну, три стадиона таких нормальных есть. Вот поля, вот, ну, телевидение тоже вот хромает здесь. Это тоже надо поднимать, да. А почему так, как бы, переход от СССР это так идет? Ну, даже не, трудно мне сказать. Ну, сейчас растет, с каждым годом лучше и лучше становится. Тоже, как в Казахстане. А город Актубе сравнил с европейскими городами? Ну, Актубе, да, вообще волшебный город. Футбольный там даже без разговоров. Лучший, лучший город. А сопримечательности какие-то посетили? Не в плане футбола, а не в плане. Города самого, да. Что-то вас удивило там. Ну, не, ну, там люди вообще очень хорошие люди в Актубе живут. Очень хорошие вот. Прямо даже вот на стадионе вот, даже, ну… Вы помните, играли в клубе «Губкин», да, Наталья? Да, «Губкин», вторая лига, да. Это из города… Губкин. И как там вообще жилось? Какой город это? Город? Вот самый чистый город, где я был. Красивый, маленький. Ну, красивый, маленький. Стадион просто, ну, просто такого стадиона. Ну, я даже не помню. И поляна там вообще просто приличная. Нет, там очень приятно было играть. Там и стадион новый был. Ну, сейчас стадион даже будет. Я помню, к нам приехал с судя. Вот его дисквалифицировали в премьер-лиге. И он к нам приехал судить. Гвардис. И даже он сказал, вот на этом, говорит, поле просто приятно, говорит, бегать самому, говорит, как, говорит. Лучше, говорит, чем в локомотиве, говорит, поле. Там на Черкизово. Нет, там очень, очень хороший стадион. И в футбол там тоже любят. В Губкине. А какой лучший стадион, который в Кавастане видели? Ну, мне больше всего будет в Алмате стадион. Большое всегда. В Алмате. Ну, в Астане более просто искусственное. Так как красивый стадион. В Алмате лучший стадион пока. Ну, алматецкий стадион, наверное, запомните навсегда. Там дебют, сбор. Ну, если честно, не люблю этот стадион. Два раза я здесь проиграл. И как-то одинаково. Первый тайм 0-0. Во второй проигрываем. Уже два раза. Что-то не нравится мне этот стадион. А вот в мате с Кайратом чего не хватило? А тебе что-то вроде бы Кайрат не самый сильный? Ну, я бы так не сказал не сильно. У них тоже хорошая команда у Кайрата. Тем более они выстроились так. Ну, грамотно выстроились. Хотя мы там могли забыть. Ну, ничейная игра была, если честно, с Кайратом. Ну, я думаю, с одной стороны это поражение тоже в пользу нам пошло. Почему? Ну, сколько игр не проигрывали. А после Кайрата еще игры такие пошли. Такие. И уже вот ошибку мы не допустили. Слава Богу. После Кайрата. Не дал расслабиться. Да, да. А с Болгарией как так? Вроде выглядел Казахстан неплохо. Неплохо. В первый тайм очень привычно мы играли. У них вот если взять, ни одного момента не было у Болгарии. Ни одного момента. Вот кто в футболе разбирается, они все скажут. Ну, конечно, болельщики тоже неприятно, что проиграли. Первый тайм нормально играли. Я думаю, если Казахстан так будет играть, вот как в первом тайме с другими командами, то нормально все будет. А во второй со стандартов забили. А в моменте со вторым голом в борьбу кто проиграл? Вы тоже боролись? Ну, я тоже боролись. Но я не дотянулся до мяча там. Ну, подача хорошая была, если честно. И вратарю как-то приходить трудно было. А лично вам Вераник после игры что говорил? Ничего. Руку пошел. А дома общались? Или с Григорием Бабаяном или с Миром? Да, с Григорием Бабаяном общался. Да, он все объяснил, как что надо. Все-таки вот первый раз вызвали. Я все равно не своей тарифой себя чувствовал. Все равно вот первый раз познакомился с ребятами. И такая обстановка. И волнение у меня было такое. Ну, ничего это бывает. А кто помогал адаптировать в сборной? Ну, Юра Лаквиденко, Гридин, Сидельников. А как вы ожидали от сборной именно такого? То, что будет так не очень легко вылиться в состав? И с Пираникой тоже его понимать, да? Не с первого раза? Ну, первый раз, ну, первый раз всегда тяжело бывает. Даже вот в чемпионат, когда начинается, вот первая игра всегда тяжелая бывает. И тем более вот сборная из Болгарии еще ни разу они не проиграли. А вот если сказать, Болгария очень приличная. Ну, очень приличная команда. Вот именно у них все так наиграно. Быстро и все. Ну, есть к чему стремиться. Вот надо уроки вот просто вот брать от них и все. А кого тяжело держать было? Божжиного, наверное? Да, не, я бы не сказал Божжиного. У них вот вся команда как-то одинаковая была. Вот все какие-то одинаковые. Ну... Пираник не самый сильный тактик считается, да? То есть он больше настрой дает. Вы согласны с этим? То, что он больше именно старается отношения выстроить с игроками? Да, не, я бы так не сказал. Он вроде нормально объяснял все. Он вроде нормально. Ну, вот если вот... Ну, его тоже надо понимать, я думаю. Ну, Болгария, ну, если Болгария в Японию обыгрывает. Ну, хотя мы им тоже здесь бой дали. Вот мы тоже могли, если бы Шамкоба попал еще. Ну, если бы, если тоже неправильно. Но мы их тоже приезжали. А до этого матча вы смотрели матч в сборной Казахстана? Да, конечно, с Германии я смотрел. Вы в России были тогда, да? Нет, здесь. А, здесь уже? Да, здесь уже здесь. И как прогресс есть с того периода в сборной? Да, конечно, конечно, достаточно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо.